приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно и сегодня мы поговорим про бороды но сегодня мы будем говорить не про мою бороду а про бороды пчел которые висят под летками снизу сверху верхнем летки под крышкой бывает такое что полностью так весь улей закрытый вот этой пчелой друзья что-то означает принципе это означает лишь одно что пчелам жарко в основном это бывает весной весной это май месяц когда пчелы доходят до пика состояния и вроде есть и взяток но температура воздуха больше 30 где-то 35 даже до 40 и мы наблюдаем что когда пчел большое количество улей есть но расплода а кто не знает расплод он тоже как идет как обогреватель и получается что вся пчела выпрыгивает с улья полностью весь улей сколько там есть килограмм пчелы он весь выходит с улья и получается где у нас леток здесь так вот например вот здесь вот эти летки да и полностью все здесь вентилируется пчелами не вентилируют когда мы открываем и смотрим внутрь улья мы видим такую картинку что получается рамки почти все пустые где есть расплод бегает несколько пчел и мы видим что пчелы занимаются такой интересной ситуации если там очень сильно присмотреться и зависимости кто-то пчелы стоят в определенном положении махают крылышками и таким образом проводят вентиляцию про что это может вообще знать ну значит что в чем проблема проблема это ясно же что жарко плохая вентиляция в улье до получается семью нужно расширять потому что вы поймите что если вас улей на 10 там рамок да и вас получается что он не расширен там до 20 рамок что нету еще два корпуса или когда стоит два корпуса нужно может это ставите третий корпус можно поставить еще магазин но это имеется ввиду что как вариант да это получается провести определенное расширение дальше нужно конечно же сделать определенную вентиляцию в этом случае друзья очень хорошо помогает сейчас ты я доня очень хорошо потому что они делают определенную вентиляцию верхняя часть верхняя часть тоже застилается холстиком или что-то вот таким тонким почему у меня спрашивали пашка почему у тебя мешок лежит где-то там друзья но мешок он больше такой знаете вентилируемый да как бы он не не задерживает температуру и фольгу изол фольгу изол и мешок но не клеенка клеенка создает парню такой эффект парень и ада и получается что пчелам жарко вообще в идеале должен лежать просто обычный тонкий холстик по боках в подрамнике на драмнике должны быть отверстия от пропилом чтобы здесь гулял воздух или как бы в старых лежаках есть такие круглые отверстия сеточкой которые открываются закрывается тоже такой как варианта получается что это делается специально для того чтобы пчелам как минимум было проще делать вентиляцию своего гнезда дальше если мы видим что крышка у нас к примеру как было показать вот улей стоит на солнце и крышка у нас тонкая здесь например фанерка 4 миллиметра досточка и обычный до обычная жестянка если мы видим что такая картина у нас есть что мы делаем берем нарываем очень большое количество мусора травы все что есть сено и слаживаем на крышке улья я думаю многие видели что старые пчеловоды так делает это делается специально чтобы как бы убрать вот это вот эту сковородку чтобы она не пекло сверху пчелам ну как вариант поймите друзья в одном из видео я рассказывал какую сторону ставить летками пчел вот я вам могу стопроцентного друзья сказать что особой разницы да нет куда ставить летками пчел но поставить где-то на солнце или в тени то в любом случае выбирайте место в тени потому что пчелам нужно что было прохладно что было прохлада чтобы их целый день не жарила солнце потому что ну вы поняли да в любом случае чтобы когда пик солнцестояния будет стоять чтобы пчелам не было жарко ну чтобы во всяком случае у ли улей не был в таком ну ворячем состоянии что еще принципе делается но я сказал что ли точки открытые по возможности в основном принципе открываются нижние летки нижние сетка дно чтобы было потому что я могу сто процентов сказать что для зимовки сетка дно ну так себе надо не надо я не знаю ну там как бы 50 на 50 знаете кто-то приписывает к сейчас тому сейчас ним доням что-то прямо с такой сумасшедшим просто там не знаю какие-то фантастические как бы достижения но получается я не только фантастические подмора мало друзья подмора мало на сейчас там не я в этом году этот миф принципе один наверное из немногих пчеловодов и показал это видео показал фейсбуке и действительности многие меня пчеловоды поддержали коллеги сказали что сейчас стоят доня синички тянут подмор с улья снизу понялицы прилетает цепляется и вытягивает вот чтобы вы понимали почему нет подмора вот все все же логично все же как бы просто но в то же время как бы синичка тоже тревожит пчел но в летнюю пору в летнюю пору это просто ну шикарно есть вентиляция ну реально вот такое дал там сетка нет разницы если у вас на все дно или кусок на но это очень такое большое серьезное вентилирование но вентилируемое пространство ну и конечно же следить за объемом улья что вы поняли потому что многие пчеловоды как бы не могут оценить я заметил это не могут оценить объем улья если мы видим что пчелы достаточно если им нужно 30 рамок то им нужно 30 рамок и мне 20 нужно вот когда мы покупаем что-то там какой-то породистая там действительности матка жопа пулемета наш строчит блин полный улей расплода как там 78 рамок расплода получается и уже есть 15-20 рамок пчелы еще 7 рамок расплода поняли блин этот расплод выходит и пчелам никуда уже деваться и все и получается вот мы видим что они все висят доставить нужно что-то нужно как бы вот эту проблему нужно решать даже вплоть до того что нужно доставить на низ корпус с вощиной чтобы потянули но у меня была такая картинка вот например с карникой нам получается что пошел не до сбор здесь получается висели полностью пошел не до сбора друзья и принципе ну либо зацвела и они принципе отошли сразу как бы пошла работа пошли пчелы в работу и все потому что один еще из вариантов почему что может быть висеть вот эти бороды опять же но они в основном когда ей взяток бороды висят вечером поздно вечером в жаркие вечера это имеется ввиду когда вся летная пчела все слетелась а в улей и принципе им действительности жарко ну тут вентиляция накрывать от веники такие вот эти лыжей до холстики все чистые доню открывать расширять доставить расширить доставить вощины доставить суши имеется виду сдать больше объем сделать чем можно больше объем чтобы они не выпирались а и что еще хотел сказать и получается когда есть безятковый период конечно когда нет взятка то это конечно вообще смотрится очень сильно ужасно но вы приходите днем да и видите полу я вот прям несколько килограмм пчелы висит такое бывает в этом году конечно у меня не было меня в основном такая картинка весной весной май месяц получается когда когда вот жарко когда улья я всегда люблю держать пчел немножко таком поджатом состоянии но получилась такая ситуация была холодно пчелы зашли в районе сцене мы в основном вот этот ну здесь вот здесь у меня по домам весь вот этот точек мы полностью его разделили и принципе все пчелы у меня как бы не были в сильном состоянии и я не видел в этом году ни одной принципе бороды ну шучу было здесь борода и в баквоста вот была борода потому что привезли привезли в одном корпусе то тоже весь улей вышел такая тоже была картинка ничего поставили корпус вощейны поставили еще наверх один магазин получается это 25 рамок расширили на 15 рамок все как бабка пошептала все пропало никаких уже проблем нет поняли имеется ввиду что как бы есть несколько причин температура объем улья вентиляции просто затем нужно посмотреть и поймите друзья если будет очень жарко ну очень жак то даже если мы расширим зерна и вентиляции много чего другого есть всегда будет большая вероятность что пчелы все равно будут вываливаться с улья примеру когда есть принос нектара вас большой улей да то получается тоже такая картина что пчелы загоняют нектара очень много там влажность повышается они его выветривает тоже все выбегают так как бы тоже разные такие есть нюансы чтобы вы понимали вот такая ситуация так что следите за вентиляцией объемом и все и все у вас будет хорошо все на этом хочу закончить всем все на лучшего всем пока